Утро Карачаева Черкесия приветствует вас. Если сегодня звездные ночи, то это к урожаю. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. Во Дворце культуры Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы и Дню призывника. В мероприятии участвовали представители органов власти, учащиеся городских школ, педагоги, юно-армейцы, будущие призывники и их родители. В течение всего учебного года в учреждениях образования проходили уроки мужества, выставки, показы кинофильмов, экскурсии, направленные на трепетное отношение к истории нашей Родины. Весь месяц спортивная и оборона массовой работы прошел под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». По итогам первое место заняла гимназия 19 Черкеска, на втором – гимназия номер 9, и третье досталось 15 лице Республиканской столицы. Юные спортсмены Карачаева-Черкесии стали чемпионами и призерами чемпионата России по тэквондо, который проходил в Самаре. Ребята тренируются в спортивном клубе «Дикая дивизия» под руководством чемпиона мира Руслана Хутова. О том, как готовились к соревнованиям и как проходят тренировки у спортсменов, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мастерские выверенные удары, гибкость и выносливость демонстрируют юные воспитанники клуба «Дикая дивизия». Тренер юных тэквондистов, чемпион мира Руслан Хутов обращает особое внимание не только физической подготовке спортсменов, но и духовному состоянию. Совсем недавно шесть ребят стали чемпионами и призерами чемпионата России. Показав стойкость и мастерство, благодаря хорошей подготовке нам удалось завоевать призовые места, отмечает тренер Руслан Хутов. Воспитанники клуба «Дикая дивизия», в составе шести человек мы поехали в город Самару, выступили очень достойно. И чемпионы России, и призеры есть, но шикарный результат, я доволен вполне. Бои все красочные были, по крайней мере наши дети хорошо выступили, на уровне, так скажем, задали хороший темп соперникам своим. Переживания были только за проходной бой, чтобы не слететь, но все хорошо. В каждый удар нужно вкладываться, и что важно, выполнять наставления тренера. Воспитанники клуба «Дикая дивизия» упорно тренируются, обращая особое внимание на кондицию, оттачивая приемы. Одержать победу в чемпионате нам удалось благодаря серьезным тренировкам и, конечно же, победному настрою. Чуть был мандраж, но сразу это всегда у всех есть. Я старался выиграть, но уже получилось второе. Вот когда готовил тренер, на что внимание обращал? А какие техники тогда было? Ну, больше в связках работать. Там нога, рука. Ну, и так повторять больше. Данил Синьков достойно вышел в финал и в жесткой схватке одержал победу и стал чемпионом России. Юный боец отмечает, чтобы одержать победу, необходимо прислушаться к советам тренера. И главное – не сдаваться. Было нормально, немного сложно. Подготовка тренера была очень усердной и сильной и взволнованной. Я хочу поблагодарить своего тренера за усердные тренировки, за хорошее отношение и, в частности, за уважение. Ребята продолжают усердно тренироваться и готовятся уже к следующим соревнованиям. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия. И заглянем в календарь неформальных праздников. Сегодня день пикника. Хотя рабочая неделя только началась, но впереди длинные выходные и есть возможность отправиться на пикник. Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите Вести на черкесском языке. Хорошего дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах минус 1, плюс 4 днем. 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. Высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 23-25 градусов тепла и высокая пожароопасность.